шалом есть интереснейший каббалистический рассказ про четырех мудрецов бен зома бен азай элиша бен авуа и рабе акива четыре этих человека зашли в пардес так написано что такое пардес это очень высокий духовный мир как они поднялись в этот мир и зашли в пардес через сердце но мы не будем сейчас с вами детализировать потому что мы все равно это не сможем сделать эти люди были очень высокого уровня но результат был трагический один из них умер второй сошел с ума третий стал неверующим человеком можете себе представить только рабе акива зашел с миром и вышел с миром я не говорил бы об этой ситуации если бы она не была так актуальна сегодня как она актуальна сегодня ну во первых не все что мы видим постижима нами не вся информация которую мы воспринимаем она вообще подходит для нас обратить внимание те люди были высочайшего уровня но этот свет великий несказанный духовный он ослепил их то есть вместо того чтобы возвыситься подняться эти люди просто упали и только один человек рабе акива зашел и вышел человек который стал неверующим его звали лишь а бен-авуа его еще называют ахер чужой потому что будучи на высочайшем уровне и оставить веру это было очень тяжело все от него отвернулись кроме одного человека его ученика можете себе представить ученик мы часто бываем в ситуации когда наши учителя нам дают очень много мы им обязаны и вдруг эти учителя поступают как-то не нормально падают в глазах ненормально обвинены обществом разные ситуации и мы как бы можем сделать перечеркнуть все прошлое и сказать да это человек это ужас но при этом мы забываем одну вещь я имею ввиду если в конкретных случаях такое было этот человек нас поднял возвысил дал нам то что не дал никто другой мы обязаны чем-то этому человеку и вот раби мэйер великий раби мэйер баляне с он был учеником лишь и бен-авуа он до конца дней не оставлял своего учителя надеюсь что он сделает чуву вернется к богу и вот дамы и господа учитель который сегодня некошерный вчера мы не знали или он скрывал в себе не важно как относиться к его ученикам вот наши мудрецы очень красиво пишут про раби мэйер вижу что раби мэйер когда учился у и лишь и бен-авуа он внял весь сок из граната а косточки кожура остались часто мы встречаем какого-то медийного оппонента который так уже известно что он скажем в каком-то квадрате уже сидит каких-то рамках или он сказал какую-то фразу по которой вы пришли к выводу все конец но может быть будут какие-то аспекты разговора где вы будете на одной ноте бывает такое что ты находишь человеком общий язык который в чем-то вообще твой ему не просто оппонент твой враг скажем но в каких-то других вещах вы согласитесь бывает что у человека есть свои взгляды которые ну полностью тебя противоположны но этот человек он доброжелатель ты знаешь внутри в душе он тебя любит он тебе желает самого лучшего в мире это правда пусть даже ты не его родственник и так далее поэтому наши мудрецы делают вывод нужно учиться у каждого человека шалом шалом